Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы с вами посмотрим период с 17 по 23 октября 2022 года. Я работаю здесь сегодня с парными колодами. Это Оракул Зелёной Ведьмы, а также Таро Зелёной Ведьмы. Будем с вами смотреть зловые точки. Позитив, негатив недели, совет от карт, а также на Оракуле мы с вами посмотрим неожиданность этих семей. Негатив смотрим для того, чтобы не вас настроить на негатив, а чтобы вы, прослушив и получив эту информацию, могли избежать каких-то неблагоприятных событий. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? Итак, у вас ложится здесь рыцарь, чаш, тройка жезлов и королева жезлов. Очень много активности, очень много общения, причем общения в большей степени социального. Это новые дружеские связи, новые знакомства, причем знакомства полезные, потому что знакомства, которые идут в какой-то деловой нише, в деловом партнерстве. Много действительно радости, эмоций от новых людей, нового окружения, потому что по этим арканам люди, которые дают новые подсказки, которые стимулируют вашу мотивацию, дают выходы в решении каких-то сложных задач. То есть это кооперация, это партнерство, это содружество, потому что по рыцарю чаш это всегда какие-то предложения, предложения, которые вас радуют, это какие-то компромиссы, которые поспособствуют вашим начинаниям, решению каких-то вопросов, проблем, задач. Почему я обобщаю, а не говорю конкретно, допустим, это в плане работы? Ну потому что для кого-то это получение каких-то документов, где вам могут поспособствовать новые знакомые. Для кого-то это, знаете, через знакомых знакомых там помочь устроить ребенка в школу или там отдать на какой-то кружок. То есть это больше, как я говорю, бытовые какие-то аспекты, но тем не менее очень для вас важны и значимы. Ну и, конечно же, королева Ужезлов здесь указывает на общение с женщиной Огненной стихией. Как правило, это у нас Овен, Лев или Стрелец, либо просто сама по себе женщина активная, деловая, амбициозная, которая будет заинтересована в общении, в коммуникации с вами, ну и какой-то, повторюсь, совместной кооперации. Если карты посмотрим с точки зрения личной жизни, и вы на текущем этапе у нас свободны, то здесь, как вы видите, у вас здесь ложится Аркан Императрица, либо Мать Земли, то есть Мать Плодородия. Карта, которая говорит о знакомстве для мужчины. Это вот вам представительница Огненной стихии. Очень активная, очень деловая, амбициозная, но с которой могут завязаться очень, знаете, как гармоничные отношения, могут привести к стабильному союзу. Для женщин это быть у всех на виду, это быть в центре внимания, это, ну, в какой-то степени популярность. Почему? Потому что по этим Арканам, как многие о вас говорят, либо многие стремятся с вами познакомиться. Поэтому без внимания вы здесь тоже не останетесь. Если вы у нас состоите в любовных треугольниках, то по восьмерке мечей здесь у вас ситуация неизмена. Как в этом треугольнике были, так и остались. Но вас пока будет устраивать таковое положение вещей, и что-либо менять вы будете не намерены. Если вы в стабильных отношениях, то по рыцарю жезлов это активный отдых, это совместная поездка, это совместные начинания. Ну вот видите, у вас здесь падает несколько Арканов перемещений. Рыцарь чаша, рыцарь жезлов. То есть это действительно могут быть начиная от отпуска, отдыха, переездов, поездки выходного дня до переезда, смены места жительства, которые вам сулит новые социальные возможности. Причем не важно вам или вашему партнеру. То есть это все делается для того, чтобы свою жизнь сделать комфортнее, сделать ее лучше. Если карты мы посмотрим с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, здесь только получать какие-то социальные выплаты, дополнительных источников дохода, либо помощи извне я не вижу. Максимум здесь по тройке жезлов королеве жезлов, это вам вернут долг, если вам что-то должно. Так, для тех, кто у нас с вами ищет работу. Рыцарь мечей, это знаете, как не медлить. Это активная жизненная позиция, это ваши активные действия, которые будут направлены, нацелены на получение результата. Причем стремиться получить эту работу, вы как раз будете пытаться через связи. Вот я не зря вам сказала, что кому-то обращаться с целью решения вашего важного вопроса и задачи, то есть вам в этом вопросе поспособствуют. Потому что арканы показывают здесь перспективу трудоустройства. Если же вы у нас уже наемный сотрудник, то подвойки Пентакли. Может быть такая ситуация, что вы или можете совмещать две должности на текущей вакансии, на текущей должности, либо помимо данной работы, искать себе какую-то подработку, но высточник дохода, который вам позволит чувствовать себя более комфортно, более раскованно. Если же у вас свой собственный бизнес, то неделя выдастся достаточно напряженной и тяжелой. Но это, знаете, такой вот аврал со знаком плюс, потому что вы понимаете, ради чего вы это делаете, к чему вы идете, каким результатом, и что по итогу вы получите. То есть здесь попытки будут, возможно, для кого-то это подбор помощника, администратора, вашего зама, либо, возможно, просто наемного сотрудника, которому вы будете делегировать свои полномочия, свои задачи, который облегчит все тяготы жизни. С точки зрения состояния здоровья, замечательное и физическое, и эмоциональное самочувствие, поэтому здесь все в порядке, и сетовать не на что. Если мы с вами будем смотреть негатив, у нас здесь падает восьмерка жезлов, двойка жезлов и восьмерка чаш. Карты, которые здесь указывают по ситуации о информации, о сообщениях, которые могут вас поставить перед выбором. Ну, в чем-то, знаете, как вести в тупик. Но поскольку у нас, видите, здесь падают две карты движения, вот восьмерка жезлов и восьмерка чаш, да, как уходить с тяжелым сердцем. То есть вопрос выбора, быть или не быть, уйти или остаться, переезжать или не переезжать. То есть для многих это будут какие-то перемены, к которым вы эмоционально не готовы. Но в любом случае по двойке жезлов вы будете делать выбор в пользу переезда, ухода, ну, допустим, ухода из отношений в новое, перехода с одной работы на другую или переезда с одного места жительства на другое. Еще это могут идти неоднозначная какая-то информация или сплетни, которые вас заставят, ну, понервничать, поволноваться. Такая вот ситуация отчаяния, стагнации. Совет. Совет у нас по шестерке чаш. Во-первых, это, знаете, как заручиться помощью, поддержкой ваших членов семьи, друзей, может быть, просто людей из прошлого, одноклассники, одногруппники, соседи, не имеет значения. То есть люди, которые вас поддерживают, которые с вами смотрят в одном направлении, но, знаете, с которыми вы фактически получаете какое-то единение. То есть эта помощь идет от них. Опять же, вот вам проигрываются социальные связи, потому что здесь по этим арканам как шестерка чаш кто-то из прошлого окажет вам эту помощь или поддержку. Далее. Активный период с целью, допустим, посетить родственников либо места, где вы ранее жили, потому что данные карты указывают, допустим, посещение родины, родителей, место, где вы выросли. То есть окунуться в прошлое. Я не могу сказать, что прям углубляйтесь в ностальгию, ностальгируйте. Ну да, знаете, как у кого-то может быть что-то взять из прошлого полезное и перенести в текущее состояние. Ну по принципу новое, это хорошо забытое старое. То есть этого использовать в работе, либо это использовать себе во благо. Но, видите, не залипать, потому что вы от этого прошлого все равно уходите. То есть вы взяли то, что вам необходимо. В данном случае, видите, у вас это связи, то есть социальное общение. И движетесь вперед. Вот об этом вам говорят арканы. Сейчас посмотрю для вас неожиданность этого периода. Какова здесь будет ситуация и на что нужно будет рассчитывать. Или можно будет рассчитывать. Какой у вас падает интересный аркан. Карта называется Базилик. Ну вот сейчас подробно вам расскажу о, скажем так, о данном оракульном значении этого аркана. Базилик всегда говорит о новых возможностях. Причем о возможностях через общение, через связи. Планетарный он соответствует планете Марс. То есть это энергия, это активность, это возможности. Ну а зодиакально скорпион. То есть это указание на то, что вы интуитивно чувствуете, знаете, как нужных вам людей. Как поступать в той, либо иной ситуации. Как действовать. Куда направить свою энергию. В какое русло. Потому что здесь действительно, как показывает аркан, вот эти вот новые ростки жизни, начинаний, возможностей, они будут, знаете, тянуть из вас всю энергию. Но ваши начинания, они будут успешными. Потому что это карта успеха, любви, взаимодействия, социальных связей. И в целом это, знаете, еще как указание. Зри в корень, смотри. То есть лови момент, лови успех. Не зря его еще называют травой, да. Ну то есть растением, которое устанавливает доверие между людьми. Ну сама по себе даже название. Доверие. То есть доверять, давать новые возможности. И как следствие, из этих социальных связей получать для себя максимум выгоды. Вот такая неделя. Неделя очень плодотворная, очень позитивная. В любом случае придадим максимум энергии вашим начинаниям. Пусть все задуманное вами осуществится только в благоприятном для вас ключе. Жду от вас обратную связь по прошествии этой недели. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Если видео для вас было полезным, то ставьте лайк, делитесь им с друзьями. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.